Четверть населения Великобритании Я разглядываю снимки, чтобы спокойно дожить до того момента, когда смогу приступить к уборке Но большинство из нас не так щепетильно относятся к уборке Я много чего видела в жизни, но такое впервые Это ужасно На самом деле, каждый десятый признается, что делают уборку в своей ванной не чаще раза в месяц Что это на стене? Рвота или кал? Точно не рвота 15% британцев пылесосит не чаще одного раза в три месяца Сможет ли группа помешанных на чистоте людей изменить привычки целой нации? Вы сделаете хотя бы часть уборки? Одной мне не справиться Или это уже слишком? Запах ужасный Я их не выброшу Как хотите Для тех, чье стремление к совершенству Что там на плите? Это грязь Стала навязчивой идеей Как давно это здесь? Откуда мне знать? Не меня же вырвало Помешанные на чистоте Хлорная известь уничтожает 99,9% бактерий Распылитель поможет избавиться от 100%, чтобы не осталось ни микроба Используя химический распылитель 38-летний уборщик мест преступлений МИК Тратит по 4 часа в день на содержание своей двухкомнатной квартиры в идеальной чистоте Моя работа заключается в уборке По сути, я занимаюсь любимым делом Я устраняю последствия кровопролития Приезжаю после самоубийства или вероятного убийства В мои обязанности входит дезинфицировать помещение, убирать следы и все отмывать Я совсем недавно переехал в эту квартиру И еще не успел очистить духовку Ни в коем случае не буду готовить еду, пока все не отмою Я пользуюсь синтетическим моющим средством, потому что оно уничтожает что угодно Можно положить в эту ванну любимую Я замочил решетки, и через 3-4 часа жир и грязь исчезнут Готово Чистоту раковины я проверяю с помощью щипчиков Сразу заметно, когда здесь побывала моя подруга По волосам, которые явно не мои Мику не диагностировали ОКР Но одержимость чистотой сказывается на его отношениях с возлюбленной Таней Мы вместе уже 4,5 года, почти 5 лет Мы не живем вместе из-за его страсти к порядку Не могу вынести бардак, пришлось переехать Люблю тебя До встречи Пока Я поселился в соседней квартире Только так мы можем быть вместе Мик покинет свой первозданно чистый дом Так лучше Чтобы научить тех, кто иначе относится к уборке, поддерживать образцовый порядок Хочу быть кому-то полезным и постараться чуть больше узнать о том, почему некоторые не любят чистоту так, как я Надеюсь, после этого смогу вновь переехать к своей возлюбленной Таня хотела бы, чтобы я перестал считать себя образцом для подражания, а всех остальных просто грязнулими Мик проехал почти 100 километров, чтобы встретить людей с противоположным взглядом на чистоту На работе я не сталкиваюсь с теми, кто разводит беспорядок Сегодня мне предстоит такая встреча, я даже не знаю, как отреагировать Дом не выглядит неухоженным, но хозяева определенно что-то скрывают, потому что опустили шторы Это твое? Да Большая часть хлама на полу принадлежит Джулиану У нас не дома, а какой-то... Полный бардак Да, мы никогда не ели за этим столом Неправда Мы не садились за него с тех пор, как купили Не буду спорить Прожив в браке 30 лет, Розмари и Джулиан не проводили уборку в своем доме в графстве Нортгемптоншер уже 15 лет Раньше я часто наводила на кухне порядок, но теперь просто сдалась Для меня чистота далеко не на первом месте Да, дом пришел в плачевное состояние отчасти из-за синдрома Аспергера у Джулиана, который ему только недавно диагностировали Синдром Аспергера – это разновидность аутизма, он сказывается на поведении Думаю, муж не убирает в квартире не потому, что ему лень Просто он не видит в этом смысла Супруги владеют магазинчиком моделей железных дорог Но любовь Джулиана к поездам и игрушкам не ограничивается рабочим местом Я то и дело приношу вещи из магазина домой, из-за чего беспорядок только растет Мне совсем не нравится, что повсюду игрушки Мы говорим только о поездах Беспорядок стал дурно сказываться на семейных отношениях Из-за состояния дома мы вынуждены жить раздельно Розмари ночует в складском помещении над магазином Здесь довольно холодно Мне бы хотелось спать в своей кровати Если ничего не изменится, я перестану появляться дома, потому что это выше моих сил Если в доме ничего не изменится, Розмари бросит меня, а я не хочу этого допустить Пока Джулиан в магазине, Розмари показывает дом Мику Здравствуйте Здравствуйте Рад встрече Я Розмари Меня зовут Мик, спасибо Ого Это обеденная зона Вы здесь едите? Нет Я в шоке от хлама на полу Понимаю Откуда начнем? В этом проблема, я не знаю, с чего начать Вот самая чистая комната Здесь совершенно негде присесть Согласна Когда в последний раз открывали шторы? Давно, лет десять назад Серьезно? Да А вот кухня Ничего себе Вы здесь готовите? Да Ух ты Это все мой супруг Джулиан Да, а что он делает? Лично сваливает все в раковину Когда вы в последний раз мыли посуду? Неделю назад Не боитесь отравления? Нет Одна уборная Не нужно, там очень грязно Даже меня тошнит Это омерзительно Вот наша спальня Невероятно Вижу, вы не часто протираете пыль Вы правы Когда в последний раз здесь убирали? Сказала бы, но сама не помню Я бывал в заброшенных домах, которые выглядели лучше, чем этот Не горю желанием встречаться с хозяином Потому что, судя по всему, беспорядок на его совести Очевидно, Розмари сдалась, а муж совсем и не помогает Готовясь к четырехдневной уборке, Мик решил показать Розмари стандарты Частоты которых придерживается в своем стерильном доме Начнем с кухни Вот это да А где же все ваши вещи? В шкафчиках Где и следует Моя спальня Боже мой Заправляю постель каждое утро Я застилаю покрывалом Смотрите, какой чистый унитаз А вот гостиная Красивая Вам бы хотелось так жить? Я бы стремилась к этому идеалу Дом Мика кажется просто стерильным Но, скажу вам честно, мне понравилась такая чистота Розмари милейшая женщина Как же печально, что она не может полноценно жить в своем чудесном доме Она мне в матери годится А я бы не хотел, чтобы моя мама жила вот так Помешанные на чистоте Помешанные на чистоте 20% британцев признаются, что никогда не проводили генеральную уборку в своем доме Но некоторые почти не выпускают тряпку из рук Полирую свой шлем до блеска трижды в день Я профессионально чищу мотоциклы уже 29 лет В результате моей работы не остается ни пятнышка масла Я лучше в своем деле 51-летний Дэйв занимается обслуживанием мотоциклов И тратит три часа в день на поддержание идеальной чистоты в своей квартире в графстве Суры Раковину на кухне я натираю полиролью для мотоциклов Взгляните сюда К сожалению, пахнет бензином, но результат того стоит Из-за панического страха пыли, холостяк Дэйв делает все возможное, чтобы его квартира сияла чистотой В моем доме не пылинки Можете осмотреться, нигде ее не найдете Мне диагностировали обсессивно-компульсивное расстройство 12 лет назад Оно управляет моей жизнью У КР, как тоненький голосок, твердящий Дэйв, все должно быть правильно И я вынужден стремиться к идеалу Для меня очень важны прямые линии Меня пугает само слово «неточность» Идеально выровнены не только полотенца Я очищу пылесосом минимум трижды в день Закончив уборку, я снимаю насадку и провожу по ковру щеткой, чтобы добиться прямых линий Только взгляните Как футбольное поле Дэйв оставил свою безукоризненно чистую квартиру, чтобы научить порядку того, кто иначе относится к уборке Я очень надеюсь, что смогу, наконец, жить полноценной жизнью у себя дома Присесть на диван, пригласить кого-нибудь на обед Хочу проводить время с удовольствием, не ограничиваясь только уборкой Дэйв проехал 225 километров до графства Уэст-Мидлендс, чтобы попасть в дом с иными стандартами чистоты Очень волнуюсь, что же меня ожидает? Думаю, все будет хуже, чем можно себе представить Пожалуйста, дождитесь, когда вам откроют Наверняка хозяину приходится пробираться сквозь кучу хлама Когда я в последний раз вытирал пыль на телевизоре, да, полгода назад Протер своей кофтой Сейчас моя квартира напоминает мусорную свалку 59-летний любитель распродаж Лесс живет в однокомнатном доме в графстве Уэст-Мидлендс уже 13 лет Это моя спальная зона Я меняю постельное белье раз в год Кровать предназначена только для меня одного Я не делал уборку на кухне уже 9 месяцев Понимаю, что нужно навести порядок Но все, руки не доходят Я не часто принимаю ванну, потому что здесь все завалено Обычно просто умываюсь в раковине Лесс накопил массу вещей, от которых избавились другие люди Не помню, когда я в последний раз убирался в комнате На самом деле, на кухне у меня стоит пылесос Он вот здесь, прямо под хозяйственными пакетами Лесс перебрался в этот дом 13 лет назад после развода Когда я жил вместе с женой, она обычно занималась хозяйством и следила за порядком С тех пор, как супруга ушла, я перестал контролировать ситуацию Сейчас у меня никого нет В этих четырех стенах я один Здравствуйте! Здравствуйте, я Лесс Я Дэвид Хотите осмотреться? Да, конечно Вот моя гостиная Кошмар Когда вы в последний раз пылесосили? Даже не помню Хотя бы в этом году Скорее в прошлом Вот моя кухня Ужасно Просто чудовищно Знаю, знаю Когда пользовались плитой Пару лет назад Вы просто не хотите снимать хлам? Верно Ужасная лень Это моя кровать Здесь я сплю Как часто вы стираете простыни? Каждые полгода Серьезно? Да Какая жуть Вот моя ванная Я не выношу пыли А ее здесь много Хватит Меня сейчас стошнит Я не шучу Уборщики имеют дело с пылью Если Дэвид ее не выносит Он выбрал не ту профессию Дом Лесса просто отвратителен Повсюду мусор Пыль и грязь Прежде чем приступить к четырехдневной уборке Дэйв решил показать Лессу Насколько чистым хочет сделать его дом Начнем с этой фотографии Вот моя кухня Я убираю в ней трижды в день Так часто Да Это раковина Я натираю ее полиролью для мотоциклов Полиролью? Вот мой диван Я никогда не сажусь на него А телевизор смотрю и столовой Потому что боюсь нарушить полосы Да как можно так жить? Мне необходимо поддерживать идеальную чистоту Вот ванная Взгляните, насколько чистая раковина Я считаю его поведение нелепым Думаю, у нас с Дэвидом возникнет много поводов для конфликта Нам будет сложно сойтись во мнениях Я серьезно Я не позволю ему наделать таких полос на моем ковре Я могу помочь ему радикально изменить жизнь Нужно расчистить дом Лесса Избавиться от хлама, который он отказывается выбрасывать И не использует уже лет 10 В графстве Нордгемптоншир идет первый день проекта Уборщик мест преступлений Миг всего за 4 дня Должен привести в порядок погрязший в хламе семейный дом Миг заказал контейнер, чтобы освободить от мусора гостиную, столовую, кухню и спальню Доброе утро, Розмари Я готов к генеральной уборке А вы? Розмари очень приятная дама Она напоминает мне маму Я хочу помочь сделать ее дом пригодным для проживания Потому что сейчас в нем невозможно находиться Не принимайте на свой счет, но я надену маску от пыли Прекрасно вас понимаю Пока муж Джулиан следит за делами В магазине Розмари и Миг начинают уборку в спальне В которой не наводили порядок и не открывали шторы более 10 лет Давайте раздвинем шторы Не нужно Все так страшно? Розмари Это просто нездорово За шторами этого было не видно Начнем собирать мусор Где сегодня ваш муж? На работе, в магазине Мы продаем модели поездов Там я обычно и ночую Серьезно? Потому что здесь просто ужасно Там у меня матрас на полу Я так привыкла существовать среди этого хлама Что просто перестала его замечать Показывая вам дом, я сама взглянула на него другими глазами Верно Я по-настоящему осознала ситуацию Села на кровать и расплакалась Справляться с этим очень тяжело Вас обнять? Не откажусь Идите ко мне Я наконец-то поняла, что у меня, по сути, нет дома Это просто ужасно Так печально, что ей приходится спать в магазине Эта мысль не дает мне покоя Даже сейчас я не верю, что что-то изменится Потому что раньше уже рассчитывала на перемены Но все осталось по-прежнему Боюсь вновь обмануться в своих надеждах В графстве Уэст Мидлинс приступили к уборке У аматофоба Дэйва есть всего 4 дня, чтобы навести порядок в захламленном доме Лесса Я собираюсь избавиться от 90% ненужных вещей Думаю, будет довольно сложно уговорить Лесса выбросить хлам Но я надеюсь, мне удастся его убедить Дэйв даже заказал мусорный контейнер, планируя вычистить гостиную, кухню и ванную Он начинает с гостиной, где Лесс годами собирал вещи, приобретенные на блошином рынке Вам придется перебороть себя Знаю Но конечный результат вас порадует Здесь освободится место под зону отдыха Что в пакете? Здесь? Да Разные вещи Вам все они нужны? Ну да Ясно Давайте оставим Ладно И это Хорошо У вас много неиспользованных вещей Для чего это? Для чистки окон Вы моете окна? Собираюсь А это что? Уверены, что вам это нужно? Да К вам заходят друзья? Нет Почему? Не могут войти Из-за обилия хлама? Точно Мы никак не можем определиться, какие вещи вы хотите оставить, а какие выбросить Давайте отправимся ко мне, и вы посмотрите, насколько организованно я живу Возможно, это немного изменит ваше мнение Готов попробовать Сниму ботинки и носки Ботинки определенно Обсессивно-компульсивным расстройством страдают сотни людей по всей Великобритании Жизнь этих несчастных подчинена навязчивым идеям и компульсивным действиям После обработки паром все оставшиеся микробы сгорят в воду Матери троих детей Хелли поставили этот диагноз в 2007 году Она сражается с бактериями до 19 часов в день Я боюсь, если не буду выполнять заведенные ритуалы и чистить вещи определенным способом, случится что-то плохое Важно бороться со страхами, тогда я смогу убедиться, что ОКР мне не помогает И ничего ужасного не случится, если я столкнусь с грязью Хелли надеется справиться с помешательством на чистоте Какая гадость! Каждую неделю она приглашает двоих страдающих тем же расстройством Показать свои ритуалы и проявить себя в уборке грязнейших мест Британии О, боже мой! Вместе они смело выступят против микробов Простите, меня тошнит На этой неделе помешанные на чистоте возьмутся за микроволновые печи Они применят методы ухода за собственной техникой на брошенных микроволновках кишащих бактериями Очищая свою микроволновую печь, я смачиваю ткань и добавляю на нее апельсинового масла, обладающего обезжиривающими свойствами Жир исчезает моментально Затем я использую средство для чистки стекол Оно приобретает порошковую консистенцию Я удаляю остатки с помощью пылесоса И таким образом избавляюсь от разводов Получается просто безупречно На этой неделе к Хэлли присоединился фитнес-инструктор Винни Ему не диагностировали ОКР, но он чистит микроволновую печь дважды в день, даже если не пользовался ею Сначала я протираю внешнюю поверхность Потом вынимаю стеклянное блюдо, замачиваю его в отбеливателе Мою чистящим средством и вытираю После этого я очищаю внутреннюю поверхность дезинфицирующими салфетками Люблю, когда все сияет Моя техника должна выглядеть безупречно, как я сам Мать троих детей, Джейд, еще один член команды Из ОКР она наводит порядок в доме до 6 часов в день Очищая микроволновку, я мою внешнюю и внутреннюю поверхности губкой, смоченной в горячей мыльной воде Затем споласкиваю чистой водой и полирую до блеска Чтобы убедиться, что я ничего не упустила, беру палочку для коктейлей и вычищаю в труднодоступных местах Их собственные микроволновые печи выглядят практически безупречно Но что они скажут об этой брошенной технике на перерабатывающем заводе? Справятся ли уборщики с ней? Просто отвратительно Удастся ли им внедрить здесь свои стандарты чистоты? В графстве Уэст Мидлендс уборка зашла в тупик И Дэйв отвез Леса, незнакомого с ОКР, в свою квартиру в графстве Суры Осторожней, Лес, там грязь, не наступите, запачкайте палас Он хочет показать дом, свободный от хлама Входите, Лес Пожалуйста, разуйтесь Отлично Спасибо Как вам мое скромное жилище? Здесь как будто никто не живет, идеально чисто Не прислоняйтесь к стене, спасибо Как часто вы садитесь на диван? Никогда Серьезно Да, идите за мной, на ковер ступать нельзя Прямо за мной Вот моя кухня Я убираю здесь трижды в день Духовкой еще ни разу не пользовался Никогда Верно В шкафчиках Все чашки с надписями Строго выровнены Здесь я обычно сижу, когда ем и смотрю телевизор Вот как я достаю пульт Прохожу по краю ковра вдоль стены Беру пульт На цыпочках добираюсь до кухни И сажусь здесь Вы так часто убираетесь, потому что совсем один? Возможно Наверное, я зациклился на уборке из-за одиночества Надеюсь, побывав в вашем доме, который очень грязный по сравнению с моим Я решу, что мой не так уж и плох У вас ОКР А как оно появилось? Думаю, все началось еще в детстве Меня часто ругали И сейчас я стараюсь поддерживать идеальный порядок во всем Чтобы избежать осуждений Мне жаль Дэйва Если он не преодолеет ОКР, то расстройство его уничтожит Помешанные на чистоте Помешанные на чистоте В графстве Норгемптеншир идет второй день проекта Чьи трусы? Твои или его? Не знаю Муж Розмари Джулиан выбрался из своего магазина моделей поездов Чтобы помочь Мику разобрать столовую Как вы относитесь к тому, что Роуз ночует в магазине? Конечно, мне бы хотелось, чтобы она оставалась дома Но из-за беспорядка ей здесь очень неуютно Разве вам не хочется, чтобы жена жила с вами? Да, конечно Если честно, мне сложно вас понять Почему вы не стараетесь все изменить? Так происходит, потому что я потерял контроль над ситуацией И не знаю, с чего начать Я расчищала для нас свободное место Джулиан вызывался помочь А сам попросту опять захламлял все вещами Да Ничего не меняется Мы перекладываем вещи с места на место Да, признаю свою вину Джулиан, почему сейчас вы решили все изменить? На самом деле так решила Розмари Ясно Вы согласились из любви к ней? Да, все верно Серьезно Если мы не избавимся от мусора, я выставлю Джулиан на вон Выходит, убираюсь у вас дома, я спасаю ваш брак Похоже на то Ясно Надеюсь, вы это понимаете, Джулиан Я нашел фото 86-й год Неужели? Да, приятные воспоминания Тогда мы мечтали вовсе не об этом Нет Розмари выглядела сногсшибательно в день нашей свадьбы Я готов сделать что угодно, чтобы мы с супругой Остались вместе В графстве Уэст Мидлинс до конца проекта осталось два дня И Дейв надеется, что Лесс изменил свое отношение к Ламу, побывав в его квартире Надеюсь, познакомившись с моим образом жизни, Лесс охотнее решится на перемены Теперь он имеет представление о том, как выглядит аккуратный дом Скажите, вам действительно нужны эти кассовые аппараты? Вы будете ими пользоваться? Нет, можно выбросить Отлично, у нас уже есть результат Смотрите, появилось свободное место Верно Я помогу Мусор Отлично Лесс, сегодня вы совершенно другой человек Работа кипит Я подумал над ситуацией прошлой ночью и сказал себе Этот парень хочет помочь Я решил измениться и избавиться от всего лишнего Сегодня работа спорится, мы стали лучше понимать друг друга Между нами зарождается симпатия Вот Вы ей пользовались? Нет, правда? Сегодня мы наконец-то увидим солнечный свет Очистив от хлама гостиную, Дэйв и Лесс готовятся взяться за ванную, в которой не мыли восемь лет Только взгляните на подоконник Мне поднять крышку унитаза, вас не тошнит? Прекратите На мой взгляд, это просто прелесть Не делайте так, честное слово Ну вы и грязнули Дальше просто некуда Невероятная грязь Последняя в очереди на уборку кухня Которую, как следует, не мыли с тех пор, как Лесс въехал в этот дом 13 лет назад Что это, Лесс? Прах моей любимой собаки Сали Вы просто невозможны На кухне Сегодня мне с Дэйвом гораздо веселее Я заставил его понервничать Уберите это, пожалуйста, прошу вас Как вы довели себя до такого состояния? Даже и не знаю В одиночестве разленился Вы были женаты? Да, был, но теперь в разводе Хозяйством занималась жена Сколько лет назад к вам последний раз приходили на ужин или посмотреть телевизор? Много Больше пяти? Даже около десяти Бедняк, вы здесь совсем один? Верно Страшно подумать Хотелось бы, чтобы друзья заходили ко мне на чашечку кофе Если честно, я бы не стал здесь есть или пить кофе Я бы предложил вам чашечку Ни в коем случае Приму ваше приглашение только когда закончим работу Договорились? Идет Отлично Каждый день средний здоровый человек контактирует с миллионами бактерий без всяких последствий для себя Однако для людей, страдающих ОКР, микробы – это проблема Я чувствую себя неуютно в собственном доме, потому что в нем всегда есть микробы Хэлли пригласила двух помешанных на чистоте людей, чтобы управиться с покрытыми плесенью микроволновками, отправленными на переработку Что это? Какая гадость Хэлли надеется, что это поможет им совладать с постоянным желанием уборки у себя дома Когда я открыла эту микроволновку, мне тут же стало дурно Там ужасная грязь Я привык к чистоте, а не грязи Они берут мазок с внутренней поверхности микроволновки, чтобы оценить фронт работ Показатель более тысячи будет означать повышенный риск наличия болезнетворных бактерий Боже мой! В этих покрытых плесенью приборах значение на датчике поднимается до 6441 Наши любители порядка готовы продемонстрировать собственные методы достижения идеальной чистоты Это худшее, что я только могла себе представить Просто отвратительно Поверхность покрыта слизью Остатки каши выглядят так, будто внутри завелись личинки Дай попробую Боже мой! Только взгляни! Вижу Теперь я видел все Ты что, пылесосишь микроволновку? Это специальный пылесос для стекла Когда я наношу на поверхность моющее средство Образуется белый налет А этот пылесос втягивает остатки средства И стекло остается без разводов Звучит потрясающе! Хочу себе такой! После трех часов тщательной уборки и десяти бутылок чистящего средства Внутренняя поверхность приборов заблистала первостанной частотой Три красотки Верно Сияющие и привлекательные Прежде эти микроволновки кишили микробами Проба на бактерии покажет, насколько чисты они сейчас Показатель 500 или меньше означает, что с поверхности можно безопасно есть Десять Хорошо Чуть-чуть не дотянул до идеала Но да, неплохо Тринадцать Тринадцать Тоже хорошо После шести тысяч Ты должна гордиться собой Молодец! Отлично! Шесть! Я очень довольна результатом Согласен Мы провели целый день среди бактерий и микробов И с каждым из нас все в порядке Никто не заболел, никто не умирает Думаю, мы все сегодня раздвинули наши границы Дома я чищу микроволновую печь каждый день Теперь постараюсь ограничиться одним разом в неделю Посмотрим, как я буду себя при этом чувствовать Сегодня я действительно взглянул в лицо страхом И заслужил огромный золотой орден на грудь Чувствую себя настоящим полководцем В графстве Нордгемптеншир идет третий день проекта Уборщик мест преступлений Мик очистил спальню и столовую Розмари и Джулиана Что там? Насекомые? Да, они Теперь Мик принимается за кухню, используя свое рабочее оборудование Вы похожи на охотника за привидениями Убью всех нарушителей Да Аппарат Мика распыляет вещество, уничтожающее почти 100% микробов Подождем полчаса Хорошо Вы действительно используете этот опрыскиватель на работе? Конечно, а еще на кухне у себя дома Расстройство мешает вам в жизни? Я говорю о личных отношениях Мы с возлюбленной вместе уже 4,5 года Ясно На прошлой неделе я съехал в отдельную квартиру по соседству Потому что не выношу разбросанные повсюду пакеты от чипсов и прочий мусор Это сводит меня с ума Понимаю, мы в этом очень с вами похожи Вы съехали из дома, как и я Да, из-за беспорядка, совсем как вы Верно Вы думали, как изменить ситуацию? Не нужно относиться ко всему проще Все дело во мне Вы могли бы снова съехаться с возлюбленной? Да, это был бы лучший вариант Надеетесь, что этот проект поможет вам проще относиться к небольшому беспорядку? Да На самом деле, моя подруга не так уж сильно мусорит Дум Розмари помог мне по-новому взглянуть на квартиру моей возлюбленной Я выходил из себя из-за каждой мелочи Представляю, как обижал этим Таню Очень надеюсь, что после этого проекта Мик сможет вздохнуть свободнее Люблю запах чистоты Помешанные на чистоте Помешанные на чистоте Наступил заключительный день проекта в графстве Нордгемптоншир А Мик до сих пор не может управиться с игрушками Джулиана У вас магазин товаров для хобби? Да Может, не приносить поезда домой Избавьтесь от них и вернете жену Я поддерживаю предложение Мика, как расчистить дом и вернуть Розмари Мне следовало давно этим заняться Прощай, вонючие сиденья Не знаю, что это Вернувшись домой, Джулиан присоединился к уборке Не верится, что муж с таким рвением взялся за дело Мик дал ему необходимый стимул Он буквально помог нам вновь увидеть солнечный свет Настал последний день уборки в графстве Уэст-Мидлендс Заполнив мусорный бак барахлом, скопившимся за годы Дэйв и Лесс наносят финальные штрихи В сто раз лучше, чем было Дэйв дает последний совет, направляя Лесса на праведный путь Ведите ровно вниз И так Правда выглядит лучше? Фантастика Да, идеальная линия Проверить результат их труда пришла бывшая коллега Лесса Сью Когда я в прошлый раз навещала Лесса, у него был ужасный бардак, хлам в каждой комнате Надеюсь, сейчас он не постыдится приглашать к себе гостей Привет, Сью Здравствуй, Лесс Проходи Спасибо Здравствуйте, Сью, рад познакомиться Взаимно Всего четыре дня назад гостиная была заставлена кассовыми аппаратами и хламом с барахолки, не позволяющим развернуться Теперь же это светлая, уютная и просторная комната, где приятно отдохнуть Боже мой, Лесс Здесь просто восхитительно Я даже не думала, что у тебя есть камин Не видела его за грудами мусора Ты наверняка очень доволен Конечно Это чудесно Ты должен поддерживать дом в таком состоянии Непременно Грязная ванная когда-то была полна пыли, а ванная использовалась для хранения вещей Теперь комната сияет чистотой, и хозяин вновь может здесь искупаться Ух ты Так гораздо лучше Огромная разница Определенно Лесс, здесь можно мыться? Ты права Как давно ты не принимал ванну? Полгода Прежде кухня напоминала свалку Прежде кухня напоминала свалку, все поверхности были заставлены Теперь здесь безупречная чистота Кушечку чая Конечно А вам, Дэйв? Непременно Дэйв изменил мою жизнь, и теперь я могу пригласить в гости Сью и остальных друзей Спасибо большое за ваш труд Пожалуйста, от всего сердца Да, мы отлично потрудились За нас Горжусь вами обоими Вы большие молодцы За нас Прощайте, Лесс Спасибо огромное, Дэйв Считаю, что коренным образом изменил жизнь Лесса Поддерживайте чистоту, чтобы мне не пришлось возвращаться Теперь Лесс может не стыдясь приглашать друзей к себе домой Думаю, его жизнь наладится Полоски на ковре будут ровными Отлично, берегите себя Спасибо Относительно моего расстройства, я понял, что слишком перегибаю палку Поддерживая порядок в доме Не нужно быть таким помешанным на чистоте Достаточно убираться один раз в день вместо трех В графстве Уэст Мидлендс после четырехдневной уборки Среди настоящих гор хлама Джулиан отнес все поезда и игрушки в магазин А Розмари наводит последние стрихи в спальне Надо выровнять Мик прилагает все усилия, чтобы в доме все было безупречно Посмотреть на результат их труда придет подруга Розмари, Джинни Однажды Розмари приглашала меня к себе в гости Но с тех пор дом пришел в страшное запустение И нам приходилось встречаться в другом месте Очень надеюсь, что эта ситуация изменится И состояние дома значительно улучшится Не могу дождаться Наконец-то я могу войти Четыре дня назад столовая была грязной свалкой, где весь пол занимала грязная одежда и хлам Теперь же это просторная и уютная комната, идеальная для совместного отдыха Розмари, я глазам не верю Понимаю Совсем другая комната Как же здесь красиво Замечательно Верно Никогда не видел нашу гостиную такой Я будто в другом доме Мы бы не справились без Мика Это все вы? Джулиан нам помогал До появления Мика кухня Розмари и Джулиана кишила мухами Грязь в ней не вычищали 15 лет Теперь здесь светло Чисто И вещи на своих местах О боже Я вижу столешницы Только взгляните Теперь здесь будет одно удовольствие готовить Прежде гостиная была мрачным запущенным закутком десятилетиями, не видевшим солнца Теперь здесь светло, чисто и комфортно Невероятно Вот это да Не верится, что это то же самое место Знаю Только взгляните, я вижу окна Шторы раздвинуты впервые за сколько лет? Десять С ума сойти, потрясающе И, наконец, спальня Розмари и Джулиана была завалена тряпьем и мусором Теперь в ней идеальный порядок И Розмари опять сможет здесь ночевать Розмари, комнаты, кажется, гораздо больше Знаю Будете еще ночевать в магазине? Ни за что Буду спать в этой постели Просто великолепно У нас начинается новая жизнь Маленький подарок для вас О, спасибо Спасибо Напоминание о свадьбе Спасибо Вы значительно изменили нашу жизнь Вы сотворили чудо для этой пары Огромное спасибо, Мик Слов не хватит, чтобы описать, насколько я ему благодарна Пора прощаться Храни вас Бог Надеюсь, мои усилия спасли их брак Если так, я очень горжусь собой Прости меня за все годы, что мы жили среди такого бардака Я постараюсь поддерживать порядок Уж надеюсь Да Мне много удалось о себе узнать Наверное, я слишком усердствую Мне не нужно сходить с ума из-за небольшого беспорядка Надеюсь, мы с моей возлюбленной снова будем жить вместе Я очень ее люблю и хочу быть всегда рядом с ней Розмари с удовольствием проводит больше времени дома И Джулиан старается, чтобы ей было уютно Мик до сих пор ежедневно дезинфицирует кухню Но надеется скоро вернуться к своей возлюбленной Лес приглашает друзей на чай Но совершенно не следит за полосками на ковре Дэйв стал меньше убираться И даже садится на диван, чтобы посмотреть телевизор Далее на ТЛС Далее на ТЛС